Давайте их, можно их будет позадавать. В принципе, если вдруг прям что-то вообще непонятно, можете поднимать руку и кричать на меня. Я буду, может, отвечать. Окей? Ну ладно. Так, сейчас я найду... О, мелок. Фига. Ну смотрите, компьютерные сети. Давайте я напишу. Сети. Слушай, меня зовут Алексей Гуськов. Классно. Компания Реал. Ура. Сети. Смотрите, умные дядьки сели и там когда-то, когда-то придумали компьютеры. Компьютер. Потом дядьки сидели, сидели, думали, что бы сделать еще. Сделали еще один компьютер. Возникла проблема. Вот один компьютер что-то повычислял, и надо на другом компьютере это что-то посмотреть, что он там повычислял. Они сначала там это распечатывали, потом у них там специально обученные девочки делали перфокарты, там всякая фигня. Это неинтересно, это долго и неудобно. Таня, привет. Вот. Это неинтересно, долго и неудобно. И тогда они придумали делать как? Они брали компьютер. У него есть такой разъем. Сделали в нем такой разъемчик. Называется он Компорт. В него втыкали провод и этот провод в другой компьютер. Все прекрасно. Если надо что-то на какой-то компьютер писать, ну вот, компьютер, наверное, у Вася, а этот будет у нас Петя. Надеюсь, когда-нибудь я отучусь от этих имен и буду называть их Вова и Дима. Владимир Владимирович и Дима. Если Васе что-нибудь надо передать Пете, он берет, ну, посылает Пете. Правильно? У него провод есть, вот он провод посылает Пете. Если Пете нужно что-нибудь посылать, Вася, все хорошо. Потом ученые внезапно взяли и сделали третий компьютер. Назвали его Маша. Что-то надо как-то тоже на него передавать данные. Они взяли, как бы, ну, понаделали еще компортов и, вот, короче, соединили все. Вася, значит, Маше может передавать, Петя. Вася, у них прекрасно все втроем, значит, получается. Вот. Но... Здравствуйте. Вот. Но, увы, прогресс не стоит на месте. Число компьютеров неуклонно увеличивается уже до пяти. И что, получается, короче, капец. Что-то я забыл еще. Ну, вот такая вот байда. Это, как вы понимаете, это куча проводов. Вот совершенно невозможно за этим за всем и смотреть. Он все ломается постоянно. Вот. Ченые сели и поняли, что им капец. Что надо что-то думать. Вот. И какие проблемы в этой, вот, в таком подходе, когда каждый компьютер соединен с каждым? Во-первых, это плохая масштабируемость. Если мы добавляем еще компы, у нас сложность сети возрастает скольких потенциально. Вон, Олег знает, скольких потенциально. Да, ты у нас ученый. Вот. Сложность сети возрастает, и ее, короче, невозможно становится администрировать, ничего поддерживать, и полный капец. Вот. И второй, вторая проблема, да хотя нет, одна проблема. Пускай будет одна. Тогда они придумали такую технологию. Ну, на самом деле, все, что я вам говорю, это неправда. На самом деле все было не так, но, в смысле, придумывали они не в таком порядке. Они взяли и придумали технологию Ethernet. Это как? Они взяли один провод. Вот как телевизионную антенну в доме. Приходит она? И к ней подключили все компьютеры. Вот они все соединены одним проводом. И как бы, ну, все прекрасно. То есть добавляем еще компьютеры, просто к этому же проводу их подключаем. Масштабируемость нормальная. До определенного предела мы можем добавлять и добавлять компьютеры. Как эта байда работает? Допустим, Вася хочет передать Пете пакет. Ну, да, еще, забыл про самое главное. Когда ученые стали пробовать компьютеры между собой связывать, сначала они сделали как? Вот так вот в телефонах, да? Трубочку поднимаем, девушка вас там соединяет, значит. Разговариваете, у вас канал связи открыт с абонентом. Этот канал ничего, ну, если там метеорит не упадет, этот канал, он ваш полностью, вы можете сколько угодно по нему разговаривать. Это пропускная способность этого канала, она выделена только на вас. Оказалось, что для больших сетей это немасштабируемо, негибко и отстой. Вот. И тогда они стали делать как? Они стали... Данные, которые передаются, там, Вася передает Пете большой файл. Если бы у него был канал, Вася бы позвонил Пете, сказал, Петя, тебе пакет, тебе файл. Диктую. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. И передает ему картинки с тетками. Вот. Ну, и все у них хорошо. Но в больших сетях это неудобно, потому что картинки с тетками Вася Петя редко передает на самом деле. Вот. И канал не хочет... Ну, короче, пропускной способности вот этого канала, вдруг вот пока Вася Петя передает картинки с тетками, Вася нужно будет срочно отправить Пете еще какое-нибудь текстовое сообщение. Палево там, мама пришла, отбой. Вот. Поэтому люди придумали делать как. Они берут вот эту картинку с тетками, нарезают ее маленькими кусочками по 1500 байт по технологии Ethernet и передают маленькими кусочками. Эти кусочки называются пакеты. И сеть, вот эта вот байдет, компьютерная сеть, эта сеть называется сеть с коммутацией пакетов. Чем с коммутацией, сейчас объясню. Вот. Значит, Вася Пете передает файл, передает вот эти пакетики и все у них хорошо. Вот когда у нас один провод. А тут Маша решила Пете тоже что-нибудь передать. Какую-то свою картинку. Вот. И Маша, когда передает, она передает в какой-то тоже случайный, там выбирается случайный момент времени, в котором они начинают передавать. За счет этого обычно так случается, что в это время провод свободен. Ну, представляете, как все, как радио, все на одной, вот таксисты ездят, да, и говорят, там, первый-первый, второму я, там, в Брагино. Вот. Так же и здесь. Иногда случаются коллизии. То есть, когда одновременно два начинают говорить, в это время все вырубается и ничего не работает, там. Миллисекунду, там, или сколько-то. И, а так все работает нормально. Ну, то есть, вот, это вот полностью аналог, как разговаривают таксисты. Вот, прикиньте. Вот. Проблема какая? Когда таксистов становится очень много, все это опять ложится, потому что все постоянно друг друга перебивают, ни до кого данные не доходят, и все плохо. Сейчас я расскажу, как ученые, умные ученые вышли из этой ситуации. Но для этого сначала я расскажу, как Вася, Петя, Маша и остальные чуваки друг друга находят. У каждого компьютера есть сетевая карточка, которая вам втыкается в сеть. У каждой сетевой карточки есть свой собственный уникальный номер. Этот номер называется Mac. Это сколько-то там битное? 48-битное число, оно достаточно большое, и оно записывается в карточку на заводе. Когда карточку, сетевую карту производитель производит, у него там есть диапазон MAC-адресов, и он там последовательно эти адреса присваивает карточкам. Таким образом, теоретически, вы этот адрес можете поменять, в принципе, но обычно этого никто не делает. Таким образом, теоретически, все эти адреса уникальны. И когда Вася хочет передать Пете пакет, он делает так. Он звонит в сеть и говорит, эй, ку-ку, Петя, ты где? Петя, ой, букву Т не тут написал. Петя, ты кто? А я там, я, я Вася, я Вася, у меня MAC-адрес там, 1, 2, 3. Этот пакет называется шаговещательный, и он, ну, фу, вру. Этот пакет просто приходит ко всем, они же все в один провод воткнуты, правильно? Этот пакет приходит на все компьютеры, и тот из них, кто Петя, он такой, ой, это же я. Ну, вот я, Петя. У меня там 3, 4, 5 адрес. Все, они друг дружку увидели. Это называется, вот этот протокол называется ARP. А, РП. Ой, да, это мое, 3, 4, 5. Он выполняется поставлением имени компьютера, ну, имени компьютера и MAC-адреса его. Таким образом, компьютеры в сети могут друг друга находить. То есть они просто звонят, эй, кто тут там? Я тут. Все. Он запоминает, что Петя это 3, 4, 5, и какое-то время это помнит. Потом снова позвонит в сети и спросит, кто что, где. Бедная девушка сейчас уснет. Дайте станцию. Это протокол ARP. Возникает проблема вот в этой сети с одним проводом. У нее масштабирование все равно ограничено. Потому что, ну, хорошо, 5 компьютеров мы ставим, 10 их поставим. Поставим 100. Ну, вдруг ученые наделают больше, чем 100 компьютеров, да? Поставим их 100 в одну сеть. И, представляете себе, да, там, 10 тысяч таксистов одновременно на одной волне начнут звать диспетчера. И они не смогут ни с кем поговорить, потому что они все начинают одновременно разговаривать. Тогда придумали такую штуку, придумали сеть, разбивать на такие, придумали устройство, которое называется свитч или коммутатор. Оно делает что? К нему, оно ведет свою собственную таблицу, кто где сидит, на каком интерфейсе, у него есть свои интерфейсы. И, допустим, пришел пакет от Васи, и он запоминает Вася вот здесь, на первом интерфейсе. Пришел пакет от Пети, на втором интерфейсе. А Маша, допустим, соответственно, когда Маша пишет что-нибудь Вася, отправляет Вася, то она помнит, Вася у меня на первом интерфейсе, отправляет его сразу сюда. А если она не знает, кому, ну, допустим, Маша пишет, там, я не знаю, это Женя, Маша пишет Жене, а от Жени еще ничего не посылал, коммутатор не знает, где Женя, он рассылает всем. Ну, как будто это обычный провод один, где сообщение доходит всем. Таким образом, получается сильно сократить количество коллизий, потому что мы как бы разбиваем сеть на такие кусочки маленькие. Ребята, вам понятно? Ура! Так, возникает все равно косяк. Косяк какого рода? Ну, вот у нас есть MAC-адреса, да? Ну, вот хорошо, мы, значит, можем наделать вот эту сеть вот здесь вот еще у нас там будет какая-то сеть, мы ее соединим. Здесь у нас будет какая-нибудь еще сеть, мы ее соединим. И все у них будет хорошо. Ну, как компьютер будут друг друга находить в этих сетях? То есть, у них есть вот эти вот MAC-адреса, да? Проблема в MAC-адресе, его нельзя поменять никак. Ну, то есть, вот он дан богом свыше, и вот с ним ничего не поделаешь. И им надо как-то друг на друга дозваниваться. Прикиньте, если бы вот у вас сотовые телефоны, да, все бы сотовые телефоны, все бы номера были бы там 12-значные и все разные, вообще разные. Надо было бы их все запоминать. Вот. Это не прикольно. Но идея про телефонные номера ученым тоже понравилась. И они придумали примерно аналог их для себя, для компьютерных сетей. И называли их IP. Кстати, а сколько время? Что-то отсунуть все, говорю. Еще больше половины уже рассказал, что скоро заканчивать. Они придумали IP. Это как? Вот когда Вася и Петя друг друга находят в сети, они же не знают, они же не могут в компьютерную сеть электрическую позвонить и сказать там, Вася. У них есть протокол, по которому они разговаривают. Этот протокол называется IP. Как это работает? Мы берем и каждому компьютеру нашей сети присваиваем IP-адрес. IP-адрес это... Так, поднимите руки те, кто не знает, что такое биты и кто не знает двоичного сложения, всяких двоичных операций. Слава богу! Прикиньте, у меня один раз пришел на работу такой человек. Вот. Ура! Мы сэкономили на полчаса. Так. IP-адрес. Это число из 4 байт. 4 байта. 32 бита. Какой это? У всех компьютеров есть эти IP-адреса. У всех они разные. Соответственно, вот как раз вот про такой, когда я рассказывал про протокол ARP, когда они друг другу звонят, Петя, я, Вася. На самом деле они не говорят, Петя, Вася, а на самом деле они говорят, что у нас 2068-01, я передаю с 2068-01, ты кто? Ну и короче, они там друг другу ищут. Вот. Выглядят эти IP-адреса. Ну, блин, да вы, наверное, все видели, как выглядят IP-адреса, что уж я вам рассказываю-то. Допустим, так. Ага, не видели таких IP-адресов? Видели? Не удивил. Ладно. Вот. У всех есть вот эти вот IP-адреса. Но в них есть... Ну, эти IP-адреса можно назначать, какие хочешь сам. Соответственно, компьютеры друг друга именно по ним и находят. Но есть прикол. Вот смотрите. Компьютерные сети, ну, то есть ученые, вот эти вот, когда все это изобретали, они стали смотреть аналогию из нормального мира, обычных людей, что бы вот такого бы у них потырить для себя, для своих компьютерных сетей. И взяли эти номерацию телефонных номеров, да? Вот когда там мне кто-нибудь звонит, там, он набирает 8 920, там, тер-тер-тер-тер-тер-тер, 1-1-1-1. Не буду говорить свой телефонный номер. Вот. Звонит мне. Это вот... Или... О, нет, плохо сказал. Вот надо вот так. 8, 4, 8, 5, 2, 56, 1, 2, 3, 4. Такой номер. Вот смотрите. Здесь у нас чего? Вот 4, 8, 4, 8, 5, это код Ярославской области. 2, это Ярославль. 56, это Брагина. 56-я ТСК. 1, 2, 3, 4, это уже номер внутри ТСК. А 8, это, ну, допустим, если мы звоним из другой страны, то будет 7. Вот. А 7, это код России. Прикол вот в том, что вот этот вот адрес, он как бы довольно короткий, но при этом он иерархический. То есть мы... Вот такая вот система довольно простая, она обеспечивает бесконфликтную адресацию звонков в пределах вот там целой страны, да? Это прикольно. Подумали ученые. И сделали, значит, вот есть у нас IP-адрес, и к нему прилагается такая штука, как маска сети. Еще, ну, что такое маска сети? Это тоже 4-байтовое число, которое состоит, если его сконвертировать в бинарный формат, то оно состоит сначала из какого-то количества единичек, а потом нолики. Вот. Еще маска, ну, например, она записывается вот так, 255, 255, 255, 0. Это вот маска, например. Еще ее можно записывать как вот в таком формате. Касая 24. Это значит 24. 24 единички, потом остальные нолики. Вот такая вот маска 255, 255, 255, 0. Это то же самое, что касается 24. Вот такая запись называется префиксом. Вот такая маска. Как это, ну, что это значит? Это значит, что вот в нашей сети, вот если мы возьмем наш адрес, допустим, у нас адрес 10.001, и выполним бинарное сложение его с маской, то когда мы делаем, так, сейчас все собрались, когда делаем бинарное сложение от чего-нибудь с ноликом, что у нас получается? Ноль получается, победа! А те, кто сказал, что то же самое получается, обломитесь. Вот получается то же самое. А здесь получается, ну, там, то, что здесь было. Соответственно, когда мы сконвертируем, вот если мы 10.001 сложим с 255, 255, 255, 0, то у нас получится что? 10.00. Последнее. И с маской 20. Да. Фу, 255, 0. Последний байт? Ой, ну ладно, тогда я обломлюсь, ладно, да, все. Ну, операция И, короче, да. Ну, я лошара, ну, бывает, что ли. Вот. Ну, в конце. Что это значит? Маска нам говорит, что вот эта часть сети, это неизменная часть сети, которая нам досталась от родителя, а вот эта часть сети, это вот непосредственно то, что те адреса, которые у нас меняются. Соответственно, в такой сети, 10.00 касая 24, у нас могут быть адреса 10.001, 10.002, 10.003 и так до последнего адреса. Последний адрес 254, а не 255. Адрес 255, он специальный, сейчас расскажу про это. Вот. Это все равно, что мы бы взяли здесь вот, и у нас была бы сеть вот с такой вот фигней. То есть, последние 4 цифры мы можем менять в телефонном номере, да? А вот это вот не меняется. Ну, тут в Брагинской этой эске действует сеть, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, а здесь 0.001. Ну, примерно аналог такой. Понятно? Кому непонятно? Вам непонятно, ну и ладно. Вот. Вот. В чем прикол? Еще раз. Мы можем делать иерархическую сеть. Мы можем взять и, допустим, взять и на университет выделить адрес там, ну, в общем, примерно как оно и есть. Касая 8. Это сеть, которая действует в университете. То есть, 10 остается, а последние 3 цифры могут меняться. После этого мы берем и делим ее еще на подсети. 10, допустим, 7. Это седьмой корпус. То есть, два байтика неизменные, а это остается то же самое. Потом там в корпусе, я не знаю, там, какой-нибудь там. Я не знаю, какой у вас тут кабинет-то уже забыл. 412 нельзя, можно так и до 255. Кабинет 123. Будем мыслить абстрактно. Допустим, мы из этой сети можем выделить еще маленькую подсеточку для кабинета 123. И там можем в этом кабинете 253 компьютера можем создать. Нет, 254 компьютера можем создать и им назначить адреса. И все эти компьютеры во всех корпусах университета, у них будет сквозная общая адресация, они смогут друг до друга дозвониться. Как они друг до друга дозваниваются? Точнее, как это происходит? Вот смотрите, вот есть у нас компьютер, допустим, здесь у нас 10, 1 из первого корпуса, там 1, 10, 0, 24. И здесь компьютер 10, 1, 1, 1. Здесь компьютер 10, 7, 123, 5, к примеру. Тут компьютер, это Вася. А это у нас Петя. Блин, как декан это зовут? Я не помню. Я не налаживаю ничего. Вася и Петя. Вася хочет позвонить Пете. Что они делают? У него есть вот тут вот специальный компьютер, который выполняет маршрутизацию всей вот этой вот 24-й сети. Его, это называется шлюз, это называется шлюз. Вот. Здесь вот есть самый главный шлюз. Здесь вот есть поменьше, который за весь седьмой корпус отвечает. А здесь вот у нас один шлюз, который за весь первый корпус, потому что нефигам. Два шлюза. Вот. Вася хочет позвонить Пете. Вася звонит своему родительскому компу, говорит, у меня пакет для Пети 10, 1, 1, 1. Этот родительский комп смотрит, я такого не знаю, но я знаю, кто знает. Звонит ему. У меня пакет для Пети 10, 1, 1, 1, от Васи 10, тар, тар, тар. Он такой, блин, я тоже не знаю, но я знаю того, кто знает, он, наверное, знает. У меня есть человек, он передает ему, а этот компьютер же говорит, а, 10, 1, 1, 1. Ну, это из первого корпуса. Писает, эй, чувак, тебе пакет. Он говорит, нет, ну это не мне пакет, это вот Петя пакет. Присылает пакет Пете. Все, все круто. Пришел он. Петя, когда захочет ответить, точно так же по цепочке родителей, они уйдут. И точно так же оно работает, когда, допустим, здесь вот, из какого-то другого кабинета, всем видать цифры? Да? 10, 7, там, 11, 5, ой, 5 уже было, 7. Когда мы захотим вот этому компьютеру отправить, то тоже вот так же они по цепочке дойдут. Понятно? Круто. Вы замечательная публика. Как это работает в деталях? Скучная часть началась. Классно. Как это работает в деталях? У каждого компьютера, вообще любого компьютера из этих сетей, есть такая фигня. Называется она таблица маршрутизации. Ох, как мы скрипим. Ру-ти. Слово-то какое. Таблица маршрутизации. Это как? Допустим, вот давайте смотреть эту схему с Васями и Петями. У каждого... Вот есть компьютер вот этот вот. Блин, неправильно. У него записана в таблице маршрутизации такая фигня. Сначала идет адрес сети, которого он знает. Он знает, что есть сеть 10.7.123.0 и что у нее маска 24. И вот у него же вот этого компьютера, чтобы в родительскую сеть ходить и в дочернюю, у него две сетевушки. Сетевушка 1, назовем ее ЕТХ1, и сетевушка 2. ЕТХ2. Вот у него сеть вот эта вот 123.0 находится на сетевушке. Какой? Вообще ничего не понимаю, что я говорю, походу, да? Ну вот, ЕТХ2, она снизу. Это его сеть снизу, нижележащая. Вот. А наверх у него идет сеть 10.7.0.0, касая 16. Только у него, только вот у этого компа, здесь немножко неправильно написано, у этого компа, чтобы он разговаривал, вот с этой сетью должен быть еще адрес из этой сети. 10.7.123.0, допустим, 254, назовем его. Ну, вот такой вот адрес без маски. Или можно писать с префиксом 32, все равно, что без маски, когда вся маска состоит из единичек. И это я. Он типа, это я. Это я. Вот. И из этой сети у нее тоже должен быть адрес. Да. 10.7. Блин, на каком у него адресе сети будет? Что-то я запутался вообще. 1.1. Ой. 1.1. Окей. Это тоже я. А там маска 32 идет. Где? Маска 32. Это что? Вот это вот? Да. Короче, когда маска 32, это значит все биты и единичку. И это значит просто обычный IP-адрес. То есть маска из одного, сеть из одного адреса. Так он обозначает, так он говорит, так он выделяет адрес 1. Вот такая таблица маршрутизации. Можно вопрос? Да. Еще раз. Адрес самый верхний, самый верхний, адреса средний, который, как пишут, пары за 9, он сверху не считает. А я не хочу пары за такой. А дреса самый верхний, самый нижний, это я не буду учиться. Самый верхний, самый нижний. Сейчас объясню. Ча, я нарисую красиво, и будет понятно. Вот компьютер. Вот у него 2 сетевушки. Первая и вторая. У него на этих сетевушках есть адреса. На нижний у него адрес 192, 168, ой, фу, блин, что я вам гоню-то? 10, 7, 123, 254. И маска 24. Понятно? Там 0, так, написать, что у нас маска 24. Нет. Это его адрес. Это IP-адрес у этого компьютера в этой сети. А адрес сети, ну, вообще, 10, 7, 123, 0. У каждого компьютера адрес, вот это число, оно есть. Как вот у каждого телефона в ТС-ке, есть номер на самом деле. Но он просто меняется. Внутри этой сети вот последняя часть будет меняться. Понятно? Да. Вот. А здесь у него адрес, допустим, 10, 7, так, почему 10, 7? А, да, 10, 7, 1, 1. Касая 16. У него тоже здесь есть адрес, только он другой. И вот в этой вот сети, вот в его родительской, здесь тоже будут адреса 10, 7, 1, 2, 10, 7, 1, 3. Ну, эти адреса нужны, чтобы вот они могли с центральным компьютером 10, 10, 10, 7, 1, 254. У всех они 16 адрес. Это нужно для того, чтобы все вот эти узлы могли друг с другом связаться. Так, кто мне вопросы задавал? Я не вижу. А, вот, я тебя вижу, да. Теперь понятно? А кому не понятно, я от вас не отстану. Ну, вот на 3, 2, то есть, где он используется? Вот с вами, ЛСД интерфейс роутера интернет 2. У него адрес с маской на 24. Да. Интерфейс адрес с маской на 32. А при чем здесь с маской на 32? Вот, сейчас расскажу. А кто еще пытался вопрос задать? Тот же самый. Ага. Смотрите. Сейчас объясню. Вот у него есть таблица маршрутизации. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Саш, привет. Теперь я и тебя увидел. Вот у него есть таблица маршрутизации. В этой таблице маршрутизации у него здесь три пункта. Адрес сети. маска, ну или префикс. И куда отправлять? Адрес сети, да, префикс и куда отправлять? Вот префикс должен быть в любом случае. То есть если мы берем сеть и у нее у нас маска 32, то это все равно, что сеть из одного адреса. Понятно? Потому что у нее нечем у меня, у нее последняя частью она вырождена, но ее нет и меняться нечем. Это один адрес. Вот. Поэтому когда мы хотим создать маршрут до одного адреса, ну записи вот в этой таблице маршрутизации называются маршруты. Когда мы хотим создать маршрут из одного адреса, мы ставим просто префикс 32. Все равно, чтобы просто вот конкретно этому чуваку посылать туда. Вот. И пишем таблицу маршрутизации. 10, 7, 120, 123, точка, 254, точка 0, префикс 24. Это мы написали, что у нас вот такая вот сеть живет за интерфейсом ИТХ2. но если у нас но нам еще нужно прописать маршрут до нас самих. 10, 7, 123, 254, коса 32. Это я. Сейчас я объясню, зачем это все. Смотрите, зачем вообще нужна таблица маршрутизации? Когда приходит в этот компьютер, приходит пакет, или он сам создал пакет, и хочет этот пакет куда-нибудь доставить, чтобы ему понять, на каком интерфейсе, у него же два интерфейса, плюс еще он может самому себе посылать пакеты, или кто-нибудь может ему посылать пакеты. Ему нужно понять, что с этим пакетом делать. Выплюнуть на каком-то интерфейсе, или самому передать какой-то программе, или забыть вообще про него, как про страшный сон, это я какой-то левый пакет. Пакет приходит в таблицу маршрутизации. Допустим, этот пакет с адресом допустим, этот пакет с адресом 10, 7, 123, 100. Он в таблице маршрутизации записи отсортированы по маске. И он ищет, он по ней проходит, то есть, точнее, по префиксу, чем больше префикс, тем ниже запись. И он по ней проходит и ищет совпадение последнее. То есть, он смотрит, 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 смотрит записи, видит 10, 7, 123, 0. Вот этот адрес из этой сети, 0 с префиксом 24 или не из этой сети. Что он делает? Он берет вот к этому адресу, выполняет побитого умножения с вот этой маской. Вот этот вот нолик у него, вот это вот место становится ноликом и сравнивает, получилось одна сеть или другая. Ну, короче, он смотрит, вот этот адрес из этой сети или не из этой сети. Если он из этой сети, он говорит, хорошо, дальше смотрит, видит, а вот этот адрес из этой сети или не из этой сети? Он из этой сети или нет? Он не из этой сети, потому что у него маска 32. Если мы вот этот адрес выполним побитого умножения с маской 32, то у нас получится 23,100, а не 123,254. Не совпало. И он берет то, что последнее совпало, смотрит так, куда, интерфейс 2 и выплевывает на интерфейс 2. Аналогично, как вот Вася Петя передавал пакеты в обычную сеть. То есть он звонит там, кто тут у нас 120, 123,100. Устуяло, 123,100. держи у тебя пакет. Бура, мне пакет. Понятно. Теперь, допустим, у нас две сети. У него есть еще 10,7. Вот это мы стираем. 10,7, 1, точнее, 0,0 она станет, касая 16. интерфейс 1. Та же байда. Приходит пакет, он прогоняет, прогоняет, прогоняет. Смотрите, если даже тот же сам пакет, 120, 10,7, 123, 100. Этот пакет и мы его с первым адресом сравниваем. Он подходит под эту маску или не подходит? Ку-ку, чуваки, кто не уснул еще? Подходит. 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 Он запоминает, он сюда подошел. А под эту сеть подходит? Нет. Что, раньше подходил, а сейчас не подходит уже, что ли? И под эту сеть подходит. Все. И вот он про это забывает уже. Он запоминает, под какую последнюю он подошел. Под эту не подходит? Не подходит. Под эту тоже не подходит. Все. Отправляет его на интерфейс 2. А если придет пакет 10,7, там, 58, 50, 80, то он отправит его на первый интерфейс. Плюс еще. Есть. Понимаете, я вам рассказывал, когда они там звонят, значит, кому этот пакет. Я не знаю, кому этот пакет, но я знаю, кому знаю. Кто знает. Шлюзу своему родительскому. Родительский шлюз записывается еще более прикольной штукой. 0, 0, 0, 0, касая 0. Это такая, типа, как бы сеть, которая содержит все остальные адреса. Таким образом, если у нас придет пакет, прикиньте, у нас приходит, если этой записи нет, у нас приходит пакет на адрес 1, 2, 3, 4. Он под это не подходит, под это не подходит, под это не подходит, под это не подходит, давай, до свидания. Вот. А так, у него есть, на всякий случай, запись 0, 0, 0, 0, 0, и, ну, под нее-то он точно подойдет. А здесь вот, куда, вот у него, видите, родительский маршрутизатор, 10, 7, 1, 254. 10, 7, 1, 254. Если пакет, не знаю, кому нужен, то он отправляет его вот сюда, 10, 1, 254. Родительскому шлюзу. Вот. Ну, это вообще прямо на пальцах, и я понимаю, что ничего не понятно. Давайте, вопросы есть какие-то? Окей. Так, сколько у нас там время-то? Так, а что, все, 40 минут прошло, можно идти курить, ну, в смысле, это, не курить, отдыхать. Давайте 5 минут перерыв сделаем. Вообще ничего не понятно, или что-то немножко понятно, более-менее? Ну, ладно. Давайте 5, 5 минут перерыв, у кого есть вопросы, можете ко мне подойти.